всем привет дорогие друзья с вами я оттуда мы продолжаем играть в игру под названием fallout 4 дополнение нюк валт в прошлом видео как вы помните мы захватили последний бастион который не был захвачен до этого значит все зоны у нас вот теперь захвачены осталось нам провести электричество по все это дело найти 3 ядра вставить вот сюда в ядер космопорт ну и а как оказалось после того как вы захватили что у скажем так рейдеров которые обитают в этом мире большие планы на содружество в общем то они мне сказали о том что они хотят захватить содружеством поэтому мы сейчас с вами будем выполнять квест на их условиях постараемся помешать им ну посмотрим не знаю в крайнем случае если потребуется будем захватывать ну я всячески постараюсь этого избежать итак давайте мы тогда с вами сейчас идем к вот этому энписи которому нам сказали подойти и посмотрим нам скажет только посмотрите кто тут у нас делают хорошо босс банда довольно своими новыми владениями такими радостными я их не видел с того дня когда в питьевую воду кто-то я кажется не представился меня зовут шанг я раз ты стоишь тут с нашим любимым циклопом значит он считает что тебе под силу наладить на работу парка я никого не говариваю просто дружески обращаюсь общаюсь с людьми схожими со мной взглядов хорошая мысль так и есть раздавая бантом участки земли в парке ты завоевываешь их расположение а вот если дашь им собственное владение содружестве по моему это лучший способ упрощить свой авторитет не говоря уже о том что мы на этом хорошо нагреем руки если тебе это интересно ну только скажи и мы приступим к работе приступим шанг не шутит это будет действительно весело чтобы закрепиться в содружестве нужно три вещи территории припасы и преданность первонаперво территория нам нужно захватить поселение форпост для нашей банды а заполучить территорию можно двумя способами ты можешь нанести жителям визит и убедить их уйти либо я соберу народ и вы вместе их всех замочите выбирай твое первое большое решение босс ты же знаешь чем я хочу заняться я уговорю поселенцев уйти я не против как поднимешь там сигнальный флаг я пришлю людей так прежде чем организовать форпост тебе придется решить кому он достанется не забывай что если у какой-то банды станет на один форпост больше то у других этого прироста не будет а никто из бандитов не хочет в чем-то уступать соперникам так что имей ввиду когда будешь раздавать территорию какую банду послать к тебе так ну смотрите у нас получается что у стая две базы у операторов две базы а у адептов блин а я вот что-то не помню как мы отделили давайте стаю хорошо хорошо сейчас приготовлю мясо на вечеринку иногда нужно спускать псов из поводка верно остается выбрать цель когда выбираешь место для нового форпоста самый главный момент это сколько вокруг поселений ведь наших людей кто-то должен кормить лодочный домик таффингтона особня крупов питомник гринтоп патагонка рядом с этими местами насколько я помню много ферм где можно брать провиант хотя надо бы свериться с записьми а то вдруг память меня подводит так ну давай так поселение связанность до с заданиями отмечены серым цветом списке шенка прежде чем выбрать такое поселение завершите задание у нас таких нет давайте наверно выберем лодочный домик таффингтона подтвердить вы утратите контроль над любым поселением на которое устроите налет и вам придется снова его захватывать так и чего оставайся на месте жестоко чтобы они свалили отсюда можешь предложить им крышки или запугать в любом случае чем сильнее они напуганы тем легче с ними работать или дешевле их подкупить поговорить слизи уайт у операторов у нее наверняка найдутся игрушки с помощью которых можно их прогнать и да запомню чем больше поселений тем больше там укрепление тем сложнее будет выбить оттуда жителей удачная охота бас так вот такая вот история ну что теперь мы идем общаться слизи где она у нас находится лизе 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 так инфа поговорить с шенком лодочный домик таффингтона зачистить так погодите а с кем поговорить то мы должны разные слизи вает дайте к вот этому посмотрим она вот здесь вот находится давайте сюда перейдем а это у нас получается господи не адепты а как они называются там контролеры оператор его давайте грузимся идем к операторам посмотрим что скажет лизе нам в общем на ребятки если вы мечтали стать бандосиками вот это для вас возможно даже я буду перепроходить игру вообще с 0 чтобы не было никаких поселений и сразу за бандосиками вот это будет интересно так ну что где лизе то где то здесь вот она лизе босс какая приятная встреча шаг сказал что тебе понадобится что-нибудь что поможет наладить отношения с людьми и сотрудничество да мне есть то что тебе нужно я смастерила пару игрушек которые помогут тебе найти общий язык с этими дураками взамен мы попросим только об одном не забудь про операторов когда будешь раздавать земли там за горами вас позаботиться отлично во первых у меня есть штука которая помогает манипулировать целью самодельный зелье аналог человеческих феромонов страха не бросишь одну из таких гранат под ноги какому человеку он сразу станет восприимчивым к твоим аргументам Чтобы эта штука заработала, мне нужно было сделать формулу очень специфичной, поэтому они не подействуют на людей в больших городах, таких как Банкер-Хилл или Даймонд-Сити, а также на караванщиках. Но в маленьких поселениях Содружества такие штуки должны дать огромное преимущество. Я от помощи не отказываюсь. Но эти штуковины тебе точно помогут. Вот агредиентов хватило только на одну порцию, но ты можешь взять чертеж и дальше сделать такие же гранаты сам. У второй моей разработки более широкий спектр применения, чем у гранат. Вдохни этот препарат пару раз, и тогда все твои собеседники с большей вероятностью будут выполнять твои просьбы. Кроме того, я почти до нуля снизила риск возникновения зависимости, так что его можно использовать много раз. Так, манипулятор. Ты без проблем возьмешь под контроль хотя бы одно поселение, а потом уже придется думать о следующей партии. Только не забывай про нас, когда будешь выкручивать руки несчастным поселенцам Ландо. Так, ну что, ребятки. Мы, значит, готовы полностью операции. Надавали нам кучу всякой фигни. Давайте пойдем и надерем задницу. Ну или договоримся? Может, не знаю. Так, значит, сейчас мы возвращаемся с вами в Содружество. И посмотрим, что же там будет у нас. У нас есть шанс погрузить в хаос полностью всех, всю землю. Так, нам нужен домик Таффингтона. Летим туда. Ну, давай грузись, крошка. Итак, вот мы на месте. Убираем оружие. И теперь нам нужно как-то их убедить. Где-то здесь должен быть лидер, видимо. Давайте, знаете, как сделаем? Вначале попробуем без дополнительных вещей, потому что у нас, в принципе, хорошо харизма прокачана. Поэтому попробуем своими силами все это сделать. Так, тебе стоит уйти. Вы хотите забрать наш дом себе? Слушайте, я не хочу вас злить, но вряд ли у вас что-то получится. Это же наш дом. Я хочу тебе помочь. О, так вот, как значит. Хорошо, забирай. Это поселение теперь твое. Так, все отлично. Поселение теперь наше. Теперь вы можете использовать мастерскую в домике. Так, теперь рейдеры из вашей гаджет. Понравилось? Соорудите сигнальный флаг для вашей банды в мастерской поселения. Давайте создадим. Так, 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 блин. Но рейдеры не потерпят предательство. Если вы уничтожите рейдеров на этом любом другом форпосте, все рейдеры, ядер мира станут вашими врагами. Вот так вот. То есть, ребятки, если мы сейчас здесь ставим флаг, то это становится рейдерской землей. Давайте искать флаг. Флаги, рейдер. Ага, и здесь мы выбираем флаги. Адепты, операторы, стаи. Так, мы заказали стаю, поэтому нам дали флаг стаи. Давайте поставим его сюда. Смотрите-ка, рейдер ресурсы. Встретиться с отрядом. Это что у нас передачки ядер мира? Ну-ка, а это что? Киоск с препаратами. Перегонный аппарат. Сундук с данью. Класс. Слушайте, почему этого не было с самого начала? Давайте поставим вот сюда, вот поровней. Флагшток. Все есть. И спустимся назад. Все вниз. Так, вот наши рейдеры. Думаю, что здесь можно неплохо устроиться, по крайней мере, когда начнем получать припасы. Возвращайся и скажи всем, чтобы шли... Короче, поговорить с Шенком нужно нам. И теперь вместо передатчика... Давайте, наверное, поставим и вот этот вот передатчик, и другой. Значит, передатчик транслирует сигнал рейдерского радио, что позволяет запугать жителей окрасных поселений. Вот так вот. Отлично. Периодически производят препараты, улучшают настроение бойцов. Производят алкоголь и отправляют его в мастерскую, улучшают настроение жителей. Слушайте, это прикольно, интересная тема. Его, интересно, можно строить только в рейдерских поселениях или во всех. Давайте вот так вот построим. И алкоголь тоже построим. Вот сюда вот. Есть. А здесь что у нас? Перегонная... Нет, не перегонная, пора... Что это у нас? Сундук зданию. Периодически снабжает босса данью. Клей нужен, алюминий и стекловолокно. Так, вот такой вот интересный у нас сейчас получился, значит, проект. Вербовочный радиомаяк. Я даже не знаю, нужен он здесь или нет. Что-нибудь по поводу безопасности давайте посмотрим. Торговцы тоже, смотрите, приносят доход пропорционально числу жителей, повышают уровень счастья. Бар. Торговец с броней, торговец с одеждой, торговец с оружием, торговец с препаратами, торговец с снаряжением. И все они счастью, а нет, не все. Мы какой-нибудь можем завести? Нет, не можем, вот этот можем. Нет, не можем. Ладно. И это у нас что такое операторы? Флаг. А, ну это и стилистика операторов, понятно. Рейдер стая. Адепты. Ну и разные всякие страшилки. Прикольно, интересненько. Так, и это у нас все вот здесь вот находится, вразилии рейдер. Очень интересно. Хорошо. Хорошо. Так. Супер. Деревни тут всякие и прочее. Так, а, я хотел по поводу безопасности посмотреть. Давайте посмотрим. Вот, оборона. Сторожевые посты тут всякие. Турельки. Ловушки. Так, ну нам нужны, наверное, вот эти вот посты. Сторожевые. Я не знаю, сможем ли мы рейдерам приказывать. Но поставим несколько постов на всякий случай. Чтобы они тут это, не прохлаждались, а занимались делом. Так, сталь удален. И вот такой поставим где-нибудь на персе. Вот здесь вот поставим. Ай-яй-яй, не можем, да? Ладно, давайте тогда круг мы уберем. Он нам не нужен. И вот сюда еще раз попробуем поставить. Вот так вот. Все, супер. Здесь мы все с вами сделали. Магазина здесь не было у них, походу. Без магазина они будут жить. А сколько людей-то у них здесь теперь? Три человека. Пища 0, вода 40, энергии 13. Так, член стаи. Давайте мы его назначим на жратву. А вот эту тетеньку мы назначим на охрану. Так, отлично. А вот этого кекса. А это наш кекс. Есть кто-нибудь еще здесь незадействованный? Незадействованный. Нет, видимо нет. Ну что. Пусть будет так. Да, вот такой вот у нас маленький пока рейдерский лагерь получился. С калашниковыми ребятки ходят. Супер. Прям красава. Мне нравится. Так, супер, 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 супер. Я прям доволен. Вот этого кексика надо куда-нибудь. А он уже пристроен, да? У нас нету, знаете кого? У нас нету человека, который будет собирать. Видимо, он здесь и не нужен. Сейчас еще раз посмотрим. Так, 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 так. Вот эти вот вещи. То ли их здесь не было, то ли они здесь не нужны. Я не знаю. Давайте поставим. Так, вот тут вот кто-то ходит. Так, у нас энергии есть. 13 энергии у нас. И давайте тогда, может быть, поставим маяк, который будет запугивать. Не знаю, хватит энергии или нет. Да, хватает. Найден сигнал ядер мира. Все, готово. Так, ну и теперь нам нужно вернуться назад и поговорить с тем NPC, которым нам сказали поговорить. Так, этот у нас дрыхнет. Все, 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 все. Уходим, короче, назад. Я думаю, что здесь нам больше делать пока нечего. Вот, смотрите, как на карте он пометился теперь. И здесь он показывает, кто платит дань, я так понимаю. Ну-ка, подождите-ка, показать снабжение. А вот здесь, вот получается, здесь, здесь, здесь. Они платят дань. Блин, прикольно. Банкер Хилл не платит. Эти все не платят. Очень интересно. Очень. Вот здесь вот тоже. Ладно. Пусть будет так. Но при этом мы не разбили всю сеть нашу. У нас здесь все вот нормально работает. И через кантри-кроссинг все проходит. Это центральное поселение теперь. Ну, а здесь, соответственно, нет ничего. Ладно, окей. Мне нравится. Мне нравится. Давайте тогда мы теперь пойдем отремонтируем нашу броньку куда-нибудь в какое-нибудь поселение, где у нас есть отремонтироваться. Вот в Санкчуаре, например. И посмотрим, что там дальше уже делать потребуется. Я так думаю, что здесь какое-то продолжение будет достаточно интересное. В принципе, я так думаю, что можно будет завоевать вообще всех-все-все-все-все-всех. Но это же не нужно бандитам. Потому что им-то... Они же работать-то не хотят. Им же нужно, чтобы им дань платили. Так что... Я думаю, что у них какие-то другие будут планы на все это дело. Так, ладно, давайте снимем эту броню. Залезем в эту. Сейчас мы ее перетащим куда-нибудь. Давай, забирайся. Так, вот сюда. Она нам пока больше не нужна. Я ее, в принципе, хотел модифицировать, но потом плюнул на нее. Может быть, потом модифицируем. Сейчас посмотрим. Не будем сейчас этим заниматься. Сейчас у нас есть задание отремонтировать нашу броню. Давайте отремонтим ее. Возьмем. Выйти. Все, отлично. Забираемся сюда. Так, сейчас тогда скинем все лишнее здесь. Весь хлам. Отлично. И вот с этой теткой мы поговорим. Давай нам все свое барахло. Обмен. Нужно у нее забрать нам будет тогда с вами весь хлам и все боеприпасы. Давайте заберем боеприпасы все. И весь хлам. Так, 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 так. Потому что строить придется много, я так чувствую. Но это мы все сейчас, конечно, посмотрим. Есть. Так, принять, согласиться, свалить. А стоп, еще у нас вот здесь поселенница есть. Мы сейчас у него еще тоже все купим. Да, давай. Так, тоже все, 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 что у тебя есть. Все мы сейчас у тебя заберем. Давай, давай, давай сюда. Все, 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 все. Все, давай. Давай, 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 не стесняйся, не стесняйся. Готово. Окей. Так, у нас много вещей. И вот у этого все патроны купим. Обмен. Так, все-все-все патроны отдавай. Отлично. Класс. Готово принять. Так, и пойдем скинем все это вот сюда. Так, теперь мы хотели с вами посмотреть, можно ли в обычных поселениях строить всякие штуки, которые относятся к бандитам. Например, там алкоголь, вот такая вот вещь, наркотики. Так, сейчас мы здесь тоже купим у него хлам всякий. Принять. Окей. И попробуем построить что-нибудь в этом поселении. Есть. Готово. Что у нас тут получается? Флаги. А-а-а, нифига. Здесь мы ничего построить не можем. Здесь можно выбрать флаг. Либо какую-нибудь там символику выбрать. Либо вот такие вот всякие штуки сделать. Но больше ничего. То есть пока поселение не под рейдерами, мы не можем купить ни алкоголь, ни наркотики. Вот эти все купить нифига нельзя. Так что так. Так, ну что тогда мы с вами отправляемся опять в Ядер Мир. И в Ядер Мире мы сейчас тогда сдадим квест. Посмотрим, что нам дальше скажут. То есть место под форпост мы расчистили, и бойцы к нам пришли. Ну, там может быть еще что-то потребуется сделать. Может быть еще какие-то захватить. Поселение. Тут уж я не знаю. Вообще, как вариант, я предполагал, что может быть они будут захватывать, брать. Было бы логично брать под контроль поселения, в которых живут бандосики. Так, собрать дань, собранную в Содружестве. А где ее нам собрать-то, я что-то не понял. Давайте-ка мы вначале с Шенком поговорим. А потом уже будем данью заниматься. Ну, давай, говори. Тут прошел слух, что некий грозный босс явился в одно из поселений Содружества, пообщался с жителями, и те решили убраться куда подальше. Неплохо. Неплохо для начала, черт возьми. Я позабочусь о том, чтобы твоя доля крышек с форпоста ждала тебя в твоем доме. Так, с первой фазы планы разобрались. Вторая фаза – припасы. Так что, если ты надеешься удержать отвоеванную территорию, надо сделать так, чтобы поселения по соседству начали присылать ребятам припасы. Я позабочусь о том, чтобы эти грузы отправили прямо на форпост. Все полученные от них крышки мы отнесем в твой сундук в доме на Фистопе. И чем больше производят поселение, тем больше дань мы сможем из него выбить. Опять же, как действовать, решать тебе. Можешь попробовать уговорить их добровольно расстаться с припасами. А можешь для страстки пристрелить пару коленок. Зачем же ограничивать себя коленками? Заставить поселение снабжать вашу банду припасами. Я договорюсь с поселенцами. Разумеется. Какая банда будет присматривать за поселением, когда ты заставишь жителей подчиниться? Хух. Давайте стаю дадим. Так, давайте, наверное, операторов. Я им сообщу. Значит, осталось только выбрать цель. Единственное условие, оно должно быть рядом с новым форпостом нашей банды. Ни одно поселение не станет платить дань, если рядом нет никого, кто бы угрожал ей с бучкой. На карте в твоем пип-бое показано, какие поселения находятся в пределах досягаемости форпоста. Стоит наглянуть в потагонку, но сначала я проверю свою инфу про нее. Так, по кому ты хочешь нанести удар? Так, старлайт, финчи, кантри-кроссинг. Давайте по старлайту, наверное. Хотя нет. Да, по старлайту. Подтвердить. Это же... Слушай, это разве не одно из твоих поселений? Можешь выберечь другое? Так, оставайся на месте. Так, ресторан Старлайт бросит в лидера гранату убеждение, что поселинцы... Так, можно уговорить их поделиться с перепасами, можно вломить, но надо показать, что мы настроены серьезно. Инструменты операторов могут здорово пригодиться. И если все эти меры не возьмут воздействие, можно попробовать подкупить одного из жителей, чтобы он убедил остальных. У тебя есть варианты, удачи. Так, отлично. С этим челом мы поговорили. А теперь, я так понимаю, что нам нужно забрать, наверное, припасы. Но у нас... Значит, разное. Забрать первую дань, собранную в Содружестве. Это находится вот здесь, вот, наверное, у нас наверху находится. Сейчас посмотрим. В сундуке, наверное, наверху, а может быть, где-то в другом месте. Хрен его знает. Вообще, достаточно интересно получается. Так, сундук у нас здесь есть. Сундук у нас есть, вот он. Крышка. Есть. Дань мы собрали первую. Давай-ка мы поторгуем с ним. Снаряжение на продажу. О, слушайте, а у него много там чего есть интересного. Так, одежда, боеприпасы. Давайте все припасы у него купим. Прям вообще у него прям класс, класс, класс. Так, отлично. Что у нас лишнего есть? Бластеры. Граната убеждения. Импульсная мина нам не нужна. Это оставим пока. Это не нужно. Это не нужно. Тоже не нужно. Пускай установка. Нафиг. Снайперский револьвер. Кстати, красивый. Карабин. Тоже не нужен. Так, ладно, с этим все понятно. Очки оставим. Смокинг иллюзиониста. Фуражка капитана. Целиндер Освальда. Шахтерская караска. Нафиг. Все. Все остальное оставляем. Хотя есть Кобойская. Дикий запад. Давайте, наверное, тоже это продадим. Нам не нужно. все принять. Окей. Отлично. Все, мы шопинганулись. И теперь идемте, давайте с вами... А, вот еще, еще хотел посмотреть. У него только мини-ган. Все нормально. И давайте теперь идем выполнять задание. Так, это нам нужно пойти в Содружество. Так, стоп. Нет. Дом, милый дом. Заставить поселение снабжать вашу банду припасами. Все нормально, да. Все так и должно быть. Все, идем на карту. И пойдем. Старлайт. Заставим платить дань. Я думаю, что у нас сейчас все быстренько получится. Так же, как и в прошлый раз. И не придется что-либо там применять какие-то штучки, всякие дрючки. Но, всякое возможно. Так, у каждого форпоста есть зона влияния. На карте наведите указатель на ваш форпост, чтобы указать, какие поселения находятся в зоне его влияния. Вот эта цепочка, видимо, была. Значки поселения, находящиеся в зоне влияния, изменятся. Ну, еще раз, да. Давайте покажем. Значит, смотрите. Вот, навели. И вон там цепочки появились. Мы чешем вот сюда. В Старлайт. Да. А вообще, там рядом с нами есть поселение одно. Вот, его надо было раздербанить. Ладно, потом. Привет. Так, я хочу сделать вам предложение. Это поселение будет снабжать меня и моих друзей из ядер мира крышками, едой и припасами. А взамен ты обязуешься... Мы обязуемся вас не трогать. Я даже не знаю, мы столько сил сюда вложили. Нельзя просто так отдать вам это. А теперь вы работаете на меня. Слушай внимательно, вы теперь работаете на меня. Понятно? Будете регулярно снабжать нас припасами, мы вас не тронем. Я... Хорошо, если ты перестанешь болтать, а теперь, пожалуйста, убирайся отсюда. Так, все, есть. Мы все сделали с вами. И что теперь нам нужно сделать? Гайджу эту понравилось. Поговорить с Шенком. Отлично. Как у нас теперь все это выглядит? Смотрите. Значит, здесь у нас такой боссовский домик, а здесь у нас вот такой вот тип в рабстве человечки находится. Прикольно. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть из дополнительных всяких вещей. Можем мы что-нибудь здесь построить или нет? И вообще это наше поселение? Нет, оно не наше. Мы им не можем управлять. Сейчас еще раз попробую. Может быть, баг какой-то через вот непосредственно мастерскую? Это поселение не является дружеским. Вот так вот. Окей. Отправляемся с вами назад. И поговорим с нашим новым другом. Да, забавно. Интересно. В свое время нам предлагали ту же самую операцию делать братья Стали, ставить под их контроль поселение, но там не предлагалось вот прям в таком виде все это делать. То есть, да, они начинали платить дань на братьям Стали, но не так все критично было. Давайте мы тогда отправляемся. А зачем нам даже отправляться? Мы здесь просто сейчас пробежимся. Так, я знал, что рано или поздно это произойдет. Форпус привлек к себе внимание наших новоиспеченных соседей по содружеству. Какая-то банда решила, что мы нацелились на ее территорию. Похоже, они собираются уничтожить это поселение. И наших людей вместе с ним. Мы можем сделать из них пример, чтобы другие больше не совались. Ты думаешь о том же, о чем я? Лично мне хочется разнести что-нибудь в пух и прах. Да. Я их порву. Бинго, это единственный язык, который они понимают. Язык силы. Но тебе, наверное, уже пора выдвигаться. Не стоит испытывать терпение наших новых друзей. Так, лодочный домик Таффингтона встретится с отрядом рейдеров. Да, есть, конечно. Я вот просто хочу сказать, знаешь, мне страшно нравится, что мы так с тобой сработались. Я передал ядер мир в твои руки и надеялся, что из тебя получится хороший босс. Похоже, мне вообще не стоило волноваться. Ты умеешь постоять за себя, а это далеко не о каждом можно сказать. Но ты еще и удовольствие от всего этого получаешь. И кроме того, ты никогда не отказываешь мне в помощи. Я тебе доверяю. А это мало я кому могу сказать. Я с тобой. Ну, разумеется, я буду тебя поддерживать. Я знаю, босс, и твои слова для меня много значат, честно. Знаешь, в молодости я совершил пару ошибок. Нет, я ни о чем не жалею. Просто хочу сказать, что в молодости смотрел на мир сквозь розовые очки. В банду я впервые попал в 16 лет. Нормальная была банда. Довольно мощная. Только они не умели пользоваться своей силой. Я молодой новичок. Тогда не знал, что лучше помалкивать. Стал давать советы о том, как все исправить. Ты хотел помочь банде? В общем, да. В конце концов, ко мне подошел босс. Конор, так его звали. И еще у него было какое-то дурацкое прозвище. Жнец, что ли? Он думал, что оно внушает страх. Но все было совсем не так. Над ним практически все смеялись. В общем, сначала я думал, что он разозлится, решит, что я подрываю его авторитет. Но он стал прислушиваться ко мне, к моим советам. А он умен. Умнее многих, это точно. И вот я, мелкий сопляк, стал советником человека, который казался мне властелином мира. Я был вне себя от счастья. Конор постоянно ко мне приходил и рассказывал о своих планах. Говорил, как он мне доверяет. Честно сказать, мне это вскружило голову. Так прошел примерно год, и тогда мы в какой-то момент решили заключить мир с другой бандой. Все это мы готовили в тайне, выбирали нейтральную точку для встречи, решали, кто будет вести переговоры, что делать, если все сорвется. Я был счастлив, что вести переговоры досталось мне, а на тот случай, если меня не примут сырье, со мной пошли три здоровенных рейдера. Это большая ответственность. Знаю, будь я умней, я то понял бы, что именно мне доверили. Примерно через час они поняли, что я предлагаю им выгодную сделку, и тут началось. Стрельба и взрывы. Сначала я подумал, черт, что-то пошло не так, Конору придется нас выручать. Но постепенно я стал понимать, что происходит, этот гад меня подставил. Он выведал у меня все, что я знаю, и если бы я и раньше, и дальше оставался в банде, то превратился бы в угрозу для него. Поэтому он устроил этот отвлекающий маневр с переговорами и напал на конкурентов из засады. Он получает все, что нужно, а я случайно погибаю под перекрестным огнем. Идеальный вариант. Ты выбрался. Да. Когда я пришел в себя, то было уже далеко. Весь синякак, но живой. Вернуться я не мог, и единственный человек, которому я доверял, пытался меня убить. Мне хотелось пойти обратно и пристрелить его, но я знал, что это просто гнев, мечта о мести. И я знал, к чему это приведет. Поэтому я стал жить дальше. Поклялся, что больше такой глупости не совершу, что больше никому не буду доверять, что стану заботиться только о себе. Тебе пришлось так поступить. Никто тебя за это не упрекает. Босс, я же сказал, я ни о чем не шляю. С того самого дня я никому не доверяю, по крайней мере, тем, кому не могу использовать. А вот ты, таких, как ты, я еще не встречал. Наконец-то я нашел шейка рядом, с которым могу сражаться за достойное будущее. Я не хочу тебя смутить, или же что там. Я просто хочу сказать, что у нас реально хорошие отношения. Лучше друзьям. Не думал, что я такое скажу о рейдере, но с тобой чертовски приятно общаться. Мне повезло, что у меня такой друг. Мне очень приятно это слышать, босс, правда. Но вот, вроде и поговорили, да? Пожалуй, пора двигаться дальше. Но правда, спасибо, я серьезно. Так, итак, мы достигли наивысшего уровня отношений с гейджем и приобрели способность знания, добытые кровью. Окей, давайте посмотрим, что это такая еще за способность. Так, это у нас, соответственно, можно посмотреть вот здесь. Благодаря вашим отношениям с гейджем вы получаете на 5% больше очков опыта за каждое убийство и плюс 10 к сопротивляемости урону. Вот так вот. Интересное кино, да? Мы идем встречаться с бандой, как было запланировано все. Отправляемся. Так, поскольку ядер мир обрел такую невероятную популярность руководства компании, сразу запланировал создание еще нескольких зон парка. Сухое ущелье открылось в 2058 году. Не успел я прочитать, но ладно. Так, где нам надо встречаться с бандой? Вот здесь. Идем туда. Еще было бы неплохо научиться, как переносить все эти вещи. Потому что в форпост я бы, конечно, все-таки в другое место немножко перенес. Теперь я уже как бы думаю, но когда знаю, на соседние поселения я бы его перенес. В частности, вот сюда. Вот в Альянс. Он к нам сейчас и пока не относится, но его можно, в общем-то, завоевать. И сделать своим собственным. Так, я смотрю, здесь люди уже работают. Давайте пообщаемся. А, это здесь, отлично. Этих тварей мы видели недалеко отсюда, так что в любую минуту к нам могут нагрянуть гости. Защитить поселение. Так, ага, вот они. И что нам нужно с ними сделать? Вы все охренели, что ли? Принесите мне к голову того, кто управляет этим цирком-уродом. Что нам с ним сделать-то надо? Я не понимаю. Инфа. Защитить. Хочу сказать вашему главарю пару ласковых. Давайте пообщаемся. Эй, вы куча отбросов из ядер мира. Решили, что можно безнаказанно отнимать землю у грешника? Может, мне стоит вырвать твое сердце и сожрать его? Давай объединим усилия. Ты шутишь, что ли? Я сделаю из твоих костей украшения убить их. Так, ну что, мы здесь всех сделали. Давайте соберемся. Но наших тоже кокнули. Блин, теперь здесь другие грешники появились. Член стаи погиб. Грешник. Так, карабин. Давайте тоже соберем. Так, этих больше не будем собирать. Но эти ребята у нас живы остались. Ладно, норм. Давайте скинем все лишнее. Так, что у нас здесь есть? Карабин. Пистолет. Карабин. Граната. Стаи автомат. Еще карабин. Вот эту фигню всю отдаем. Так, очки в черные это оставляем. Отдаем. Отдаем. Все, все, все отдаем. Это нам все не нужно. Холчевый капюшон с трубками. Ладно, все. Это мы все оставим. Все, мы все лишнее отдали. Значит, защитили. А вот, смотрите-ка. Наших вроде прибавилось даже. Ну-ка. Член стаи защищает. Так, а вот этот? Этот ничего не делает, но мы сейчас ему вот такую команду дадим. Сбор мусора. Пусть будет. Все. Возвращаемся назад. Карта. Ну-ка, есть у нас какие-то здесь связи? Нет, ничего не показывает? Не показывает. Окей. Давайте возвращаемся назад. Да. Ну, что-то вот такая прям банда пришла. Наших трое было, а этих человек пять пришло. Еще в двух костюмах. Просто жесть. Ну, мы их быстренько, конечно, раскидали. Мне понравилось. Все-таки пулемет рулит. Не зря мы усилили это поселение. Давайте загрузимся побыстрее. Надоело старая прическа? Да, надоело. Ресторан Starlight. Поселение отправило припасы на ваши форпосты. Отлично. Так, а мы идем вот сюда. И опять будем говорить с этим балбесом. Давайте с ним пообщаемся. Ха, тебе все было нипочем. Похоже, я зря удивляюсь. С ними больше проблем не будет. Да, мне уже сообщили. Ну, тогда переходим к следующему пункту. Преданность бойцов – залог того, что все твои завоевания останутся твоими. А чтобы ребята не сбунтовались, надо обеспечить им комфортные условия. У рейдеров запросы, в общем-то, скромные. Надо, как в случае с любым поселением, удовлетворить их базовые потребности. Обеспечить развлечениями, сделать так, чтобы у них было что поесть. Правда, в случае с рейдерами, добыча провианта – вопрос нетривиальный. Если хочешь, я могу расписать тебе все подробно. Развлечения. Ну, это отличный способ отвлечь ребят от мысли о том, чего им не хватает. Если построить киоск с препаратами или приставить какого-нибудь к дистиллятору, это поднимет все настроение. А если на форпосте есть радиопередатчик ядер мира, можно присоединить к нему усилитель. Есть еще вопросы. Пища. В общем, с едой все не так просто. Люди идут в рейдеры не для того, чтобы копаться в земле, поэтому тебе нужно будет убедить другие поселения, снабжая твою банду едой. Если совсем припрет, рейдеры смогут сами выращивать овощи, но они от этого не будут в восторге. Если не знаешь, хватает ли у тебя продовольствия, загляни в пивбой. Наверняка там есть страница, где указаны все потребности форпоста, в том числе и в продовольствии. Если не хватает жиротвы, то, наверное, пора организовать доставку из нового поселения. Ну и еще всегда можно просто забросить продовольствие прямо в их мастерскую. Еще вопросы есть? Так, самое необходимое. Ну, базовые потребности у них простые. Просто позаботьтесь о том, чтобы была хорошая оборона, чтобы хватало кровати и чистой воды. В общем, вот и все. Что-нибудь еще? Больше ничего? Хорошо, а если будут вопросы, приходи, ну или загляни в свой пивбой. Это отличный инструмент, он всегда подскажет, что тебе нужно. Так, это место в таком хорошем состоянии, что я, пожалуй, готов остаться здесь. Тогда тебе не придется делать большой крюк перед следующим делом. Если у тебя появятся какие-то мысли насчет, обращайся неплохо навести шороху в содружестве. Ну так что, перейдем к последнему фрагменту пазла. Я всегда в боевой годовности. Я рад это слышать, потому что то, что тебе удалось создать, это всего лишь первый шаг. Чтобы укрепить наше влияние, нужно пополнить наши ряды. Еще два форпоста в содружестве, все, что нам нужно. Создай их, и тогда мы станем настоящей силой. Мы поставим на форпостах магазины не хуже, чем в городах. Будем торговать самым разным добром. Потом начнем расширяться, организуем точки, куда местные будут приносить дань. Но я это забегаю вперед. Для начала тебе нужно будет создать всего лишь парочку форпостов. Когда решишь этим заняться, дай мне знать. Ну что, босс, какой план? Так, ну что, давайте проведем операцию. Хорошо, что у тебя на уме. Убедим поселение сотрудничество с нами. Так, тогда создать новый форпост. Хорошо, планируешь действовать, поговорить с ними, или пошлем туда отряды, нашпигуем их свинцом? Уговорим поселенцев выйти. Да, конечно. И в каких crew я должен быть, чтобы я вас присоединил, когда вы высказали. Так, давайте адептов. Как скажешь. Так, по кому ты хочешь нанести урон? Так, Санкчуарио и Мунджио. Форпост Зимонджио. Стэнка грузовиков, фирма Берници, Крупов, Старлайтс. Сумервилл Плейс. Прям даже не знаю, куда еще. Солнечные приливы, Старлайт. Санкчуарио. Фирма Ворвиков. Давайте на станцию Аберленд подтвердить. Да. Да, оставайся на месте. Так, все, понеслась. Идем назад. Содружество, да. Так, идем на Аберленд. Где она у нас? Вот она у нас. Да. Ждем загрузки. И сейчас пойдем договариваться. Че, кто тут главный? Че-то нам ничего не дают. Ну-ка. Так, а я что-то не понимаю, где... А, вон. Вот, тут кто-то есть. Привет. Блин, я не то взял. Тебе стоит уйти. Сюда направляются отряд рейдеров, мои люди. Но если вы прямо сейчас уйдете, я обещаю, никто не пострадает. Вы хотите забрать себе наш дом? Слушайте, я не хочу вас длить. Но вряд ли у вас что-то получится. Это же наш дом. Я хочу тебе помочь. О, так вот как. Хорошо, забирай. Это поселение теперь твоё. Так, всё, есть, готово. Давайте поднимаемся наверх. И ставим флаг. Ставим флаг. Так, где у нас флаги? Вот здесь вот. И ставим вот сюда вот. Флаг. Есть. Теперь Ставим вот эту штуку. Отлично. Надеюсь, электричества у нас хватит. Да, хватает. Супер. Ну и, естественно, нужно поставить по производству алкоголя и наркотиков аппараты. Так, давайте поставим. Там уже кто-то пришёл. Нет, ещё никого нет. Есть брамины. Но нету. Так, торговцы. Ресурсы. Киоск с препаратами. Перегонный аппарат. А, нам здесь человек нужен. А, здесь нужно электричество. Хо-хо-хо-хо. Хитро. Так, ладно. Если здесь нужно электричество, тогда мы, наверное, эту штуку куда-то в другое место поставим. Не знаю, вот сюда вот, что ли. Вот сюда и поставим теперь... В... ... ... ...